Первый канал и компания Телеформат представляют. Детектив Лукин взял отпуск и уехал на рыбалку. Его помощники были предоставлены сами себе. Подавай на какую-нибудь комедию, а лучше что-нибудь про любовь. Вечно вам женщинам любовь подавай. Да пойми ты, мы мужчины, мы по-другому устроены. У нас на первом месте работа, увлечения, друзья. Вот Игорь Петрович отпуск взял на неделю и ради чего? Ради рыбалки. Тормози! Что такое? Вот тебе и рыбалка. Да, слушай, ущипни меня, по-моему, я сплю. Ай, больно! Поехали посмотрим. Вот все вы, мужики-обманщики. Нам-то зачем было врать? Я думала, Игорь Петрович нам доверяет. Натах, ревнуешь что ли? Ой-ой-ой, было бы к кому. Третий сорт не брак. Ну, тут я бы с тобой не согласился, знаешь, она очень даже... Да и потом, мы же с тобой договорились. Мы ничего не видели, это не наше дело, так? О, Игорь Петрович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, как рыбалка? Рыбка-то клевала. Много маленьких поймали, или, может, одну, но большую. А что за тон такой, а? А-а-а. Вы меня видели, да? Ну, согласно договору с издательством, я не мог раньше времени разглашать характер своей деятельности. Какой деятельности? Я целую неделю охранял журналистку Ирину Романову. А-а-а, Романову. То-то ее лицо показалось мне знакомым. А я ее знаю, но точнее не ее, а ее рубрику в газете «Правдивая жизнь». Журналистское расследование. Вот-вот. В этот раз она расследовала махинации на центральном кладбище. Ну, а сейчас? Ну, а сейчас все, статья вышла. И моя работа на этом закончилась. Игорь Петрович, а я вот сегодня купила газету «Правдивая жизнь». Так вот, никакой статьи Романовой в этой газете нет. Иди ты. Да, Григорьич. Хорошо, подъеду, только толком объясни. Да, хорошо денек начинается. И Григорьич на меня получился. Ну, что вызывал? Знаешь ее? Да, знаю. А что с ней? Вчера в собственной квартире была расстреляна из пистолета. Она жива? Жива. Но прогноз неутешительный. Дорогой Петрович, скажи мне, пожалуйста, где ты был вчера с пяти до шести вечера? Дома я был, дома. Но сразу тебе скажу, подтвердить это некому. Еще скажи мне, что у тебя было с этой журналисткой? Только честно. Ничего. Скажу сразу. Нам кое-что известно. В компьютере нашли вашу переписку. Вас в последнюю неделю часто видели вместе. И еще я знаю, что вы когда-то подавали заявление в ЗАГС. Оперативно работаете? Нет. Если ты меня в чем-то подозреваешь, предъявляй обвинение. Оставь. Никто тебя ни в чем не подозревает. Пока. Просто ты очень тесно общался с жертвами. Ясно? Ну, что ты так хорошо осведомлен? То ты должен знать, что заявление это мы забрали. Да и вообще, знаешь, сколько лет я ее не видел? Извини, но я вынужден спросить. О характере ваших отношений на сегодняшний день? Ну, она меня нашла через интернет. Попросила ее поохранять. Несколько дней я ее провожал с работы. Провожал на работу. Вот, в принципе, и все. Она боялась за свою жизнь. Когда ты последний раз ее видел? Позавчера. Да, позавчера она попросила меня уехать. Я сопротивлялся. Она просто выдолкнула меня за дверь. Как долго ты должен был ее охранять? До понедельника. Да, до тех пор, пока не выйдет статья. Кстати, статья так и не вышла. Надо еще спросить, почему у этого, у главного редактора ее, у Абрамцева? Кстати, он со мной договор-то заключал. Да, ситуация дурацкая. То есть, я тебе, конечно, верю. Нечай. Абрамцев еще у тебя? Пусть ко мне зайдет. Ром, смотри. Новости из интернета на Романова напали. Как сообщили независимые источники в Следственном комитете, Романова сама впустила преступника к себе домой. А значит, хорошо его знала. В настоящее время следствие тщательно отрабатывает круг ее близких знакомств. Вот, Тирас, приехали. Шеф же ее охранял 24 часа в сутки. Где он был в тот момент? Шляпа-то. Он так же ее охранял, как на рыбалку ездил. У них был Роман. Да вот увидишь, что я права. Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы что, разве знакомы? Ну как же. Ну как же. Мы же в издательстве встречались. Ну, вы же наняли меня охранять Ирину Романову. Вы что-то путаете. Я вас первый раз вижу. И вообще, Ирине не нужна была никакая охрана. Ей никто не угрожал. А мы с вами что, и договор заключали? Ну, вам было некогда. Вы попросили подождать. Ну, вот видите, и договора нет. Вообще, кто это такой? Ну что ж, вы можете быть свободны. Всегда к вашим услугам. Ну что, пойдем поговорим. Пойдем. Ну, понятно, Абрамцев этот врет. Вопрос почему? Понятно, что врет. А вот ты к его словам прибавь все показания сотрудников газеты, которые хором подтверждают, что видели тебя с Ириной. Но кто ты, они не знают. А, ну, понятно, откуда ветер дует. Все думают, что я любовник Ирины, постоянно был с ней. Осталось найти мало-мальски подходящий мотивчик мне, а? Да успокойся. Никто не хочет из тебя сделать козла отпущения. Вот давай мы с тобой посмотрим с другой стороны. Ты знаешь, кто ей угрожал и почему? Знаю. Знаю. Слышал о таком, Ступников? Ну? Ну, директор центрального кладбища. Так вот, Ирина на него собрала приличный компромат. Если бы она этот компромат издавать, представляешь, какой бы флор был. Так вот, где собака порылась. Продажа элитных мест. Там большие дни и жище крутятся, а? И покровители у этого Ступникова очень высокие. Мы как-то пару раз хотели проверить по заявлениям граждан. Но каждый раз были звонки сверху, в приказном тоне, спусти дело на тормоза. Ну да, все хотят лежать красиво. Так вот, если бы эта статья вышла, замолчать это было бы очень тяжело. Ну, практически невозможно. Сейчас мои оперативники проверяют ее архив. Возможно, что-то найдут. Ну, хорошо. Григорьевич согласен заняться Ступниковым. Но у него нет доказательств. Только мои слова о том, что он угрожал Ирине. Ирина в реанимации. А мои слова может подтвердить только Абрамцев. Ну, в таком случае нужно установить за ним наблюдение и понять, почему он врет. Вот этим вы и займитесь. А я отработаю версии, связанные с личной жизнью Ирины. Что я бы тебе всегда ценила, так это хорошее воспитание. Но день рождения у меня был на прошлой неделе, мог бы и не поздравлять. Ну, мне просто захотелось сделать тебе приятное. Не жалеешь? Ну, что тогда у нас ничего не вышло. Да когда это было? Сколько лет прошло. Я бы женат. У меня прекрасная жена, дети. Желать чего-то другого было бы в лопасти. Дурацкие цветы. У меня аллергия на розы. Поухаживаешь за мной? Не хотела при тебе курить. Но раз твое сердце занято, не буду каменью ломать. А ты откровенная женщина. Какая есть. Да нет, ну, хорошо, что... Ты доволен своей жизнью. А я разошлась три года назад. Муж тряпка. Не хотел добиваться чего-то. Не расти. До сих пор его содержу. Зачем? Ну, он воспитывает нашу дочь. И я не могу. У меня командировки, риски. Зарабатываю деньги. Для себя и для них. Но как с личной жизнью? Ищу своего принца. Не возражаешь? Ирина Романова просит своего давнего знакомого детектива Лукина на время стать ее телохранителем. Ирина готовит журналистское расследование о махинациях на центральном кладбище, и в ее адрес раздаются угрозы. Внезапно Ирина отказывается от услуг Лукина и все-таки становится жертвой нападения. Лукин должен найти преступников, чтобы самому не оказаться в числе подозреваемых. Ну, привет. Это он, что ли? Два дня в командировке уже подвинули? Знакомьтесь. Это Валера Краснов. Мой коллега. Слышишь? Герой-любовник из прошлой жизни. Слышишь? Ирина моя женщина, понял? И от нее подальше держись. Иначе... А иначе что? Иначе плохо будет. Ага. Я надеюсь взять его себе в союзники. Он любит Ирину. А вас ненавидит. Ну, я попытаюсь. Мне в издательстве дали его адрес, так что не будем терять время. Все, поконим. По заданию Лукина его помощники следили за главным редактором газеты Абрамцевой. Ну, как с чем? С мясом, естественно. Ну, и что ты теперь думаешь об отношениях Игоря Петровича с Романовой? Теперь тебе ясно, что они просто друзья. Это вопрос времени, вот увидишь. Тебе бы Роман написать. А, вот он. Пошли. Слежка за Абрамцевым привела помощников Лукина на центральное кладбище. Надо подойти поближе, чтобы все заснять. Хотя, иди сюда. Жаль, что ничего не слышно. Подожди, подожди. Ты что? Рот откроешь, сам тебе закопаю. Понял? Понял, понял. Держи, на. Как говорит босс, метод кнута и пряника. Ну, я думаю, на сегодня мы самое интересное уже сняли. Поедем в офис, посмотрим, что там получилось. Ступников Игнат Петрович, директор центрального кладбища. Да, тот самый, про кого должна была быть статья. А кто с ним был? Да этот товарищ вообще трижды судимый. Вот, Колыванов Владимир Иванович. Хулиганство, разбой, вымогательство, общий стаж, 10 лет. Ну, понятно, шестерка. Спец по грязной работе. Интересно, за что они платили Абрамцеву? Ну, не знаю, может быть, за молчание? Вдруг он что-то знал про нападение на Романова, например. Давай-ка, звони шефу. Наталья позвонила Лукину и доложила о добытых фактах. Этот товарищ трижды судим. Ну, это то, что у нас вкратце. А у вас что, вы встретились с этим, с журналистом Красновым? Да жду Краснова возле его дома. Он должен из командировки вернуться, надеюсь, дождусь. Ну, нет, Абрамцева оставьте, я сам займусь. Поезжайте к бывшему мужу Ирины. А вон, Краснов идет, все, работайте. Ты? Поговорить надо. Как ты Ирину проморгал? Козел ты, гребаный! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Ты понимаешь, я здесь не виновен, ну? Это случилось, когда меня рядом не было. Она отказалась от моих услуг. Да мне помощь твоя нужна. Да пошел ты! Ирине нужна твоя помощь. Я хочу найти этого гада, ну, который это сделал. Ладно. Только ты мне противен. И отношения хорошего не жди, понял? Пошли. Вот ты скажи мне, Рома, что это за женщина такая, которая может своего ребенка отдать и заниматься только работой? Ну, ребенок же с родным отцом живет, а не с чужим человеком. Сколько ей лет-то? Игорь Петрович говорил, 10 лет девочке. Помощники Лукина приехали по адресу, по которому проживал бывший муж Ирины, Илья Сафронов, с дочерью Аней. Вы ко мне? Добрый день. Мы по поводу нападения на вашу жену. Вы можете уделить нам время? Вы откуда? Вы из прокуратуры? Нет, мы частные детективы. Ну, мне нечего вам сказать. Мы с ней редко виделись. И, к сожалению, я мало что знаю о ее служебных делах, а все, что знал, я уже рассказал следователю. Можно нам зайти? Прошу меня понять, интерес ребенка на первом месте. Я все уже рассказал следователю. Простите, ради бога. Ну что, логично. Бережет ребенка. Пошли. По-моему, ему просто плевать на его бывшую жену. Ну, и эту тоже. Ирка такая баба, я бы за нее жизнь отдал. А она тебя любит. Это она тебе сказала? Это я видел. Она смотрела на тебя, знаешь как? Она ни на кого никогда не смотрела так еще. Скажи, что-то было у вас? Да ничего у нас не было. У нас не просто деловые отношения. Понимаешь, я работал на нее, к тому же я женат. Я тоже женат, это не аргумент. Давай лучше о деле. Скажи мне, что за человек Абрамцев? Абрамцев? Ну, это гнида. Это гадкий человек вообще. Ты знаешь, Ча, мы с Иркой три года уже вместе. Я ей сказал, хочешь, я разведусь. Вот так. Я готов жениться на ней, понял? А ты не пробовал прийти к ней свободным человеком? Или тебе гарантии нужны? Говоришь, не нравится тебе, Ирка, да? А вот этого я не говорил. Ты мне скажи, Абрамцев мог забрать статью из набора? Легко. Выходит, если Абрамцев запретил эту статью, ну, о махинациях на кладбище, значит, Ступникову убивать Ирину нет резона. И есть резон. Ты понимаешь, Ирка, она упертая, как черт. И статью ведь ее можно в другой журнал загнать. Закон жизни, все продается в этой мере и покупается, понимаешь? А если она глубоко копнула... Слушай, а почему мы сидим, а? А поехали этого Абрамцеву тряхнем. Слушай, может, я один? А то тебя эти уволить могут. Да мне плевать. Меня уже на второй работе ждут два месяца. Поехали. Поехали. Перед тем, как ехать к Абрамцеву, Лукин забрал у помощников видеозапись, которую они сделали на кладбище. Вот почему она попросила меня уехать раньше времени. Поняла, что статья не выйдет, но и решила, что охрана ей больше не нужна. Ты изминогаз. Он в это время уже как раз домой выходит. Пунктуальный гад. Вот он. Как раз успели. И что? Да ну что ли? Вы что делаете? Куда? Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться. Вас лицензия лишена. А, очень хорошо. Память вернулась, да? Вспомнили, значит, что я детектив, а? А то уволен, понял? Молчи, гнида. Боюсь говорить, как я скажу. Вот понял ты. Вот сюда, смотрите. Что вы на это скажете, а? Молчи, гнида. Молчи, гнида. Вы не понимаете, с кем связались. Кровью хотите харкать? А с кем связались? А ну скажи, с кем связались. Я же тебе еще всю голову отобью, понял? Вы не понимаете. Я тебя не ручаюсь уже. Вы не понимаете. Это страшные люди. Ступников настоящий бандит. Ага. Вы так испугались, что статью отозвали из набора. Да еще денег ему дали. Не сказали об этом, Романова? Говори, сволочь. Ну, сказал, сказал. А она сказала, что напечатает в свободном местнике. Я же тебе говорил, Ирку ты просто не завернешься. Ты сказал об этом Ступникову, а? Ну, сказал, сказал. Сволочь, я тебя убью сейчас, ты понял? Да убери тебя от меня. У него крыша съехала. Слушай, не уничай за себя. Ты что за вылюблен? Да ладно, что с ним цаскаться. Отвезем его в следующее дело с концом. Смотреть противно. Дадите новые показания. Давай. На давнюю знакомую шефа, журналистку Романову, совершено нападение в ее собственной квартире. Ирина готовила разоблачительное расследование о махинациях на центральном кладбище. И Лукин некоторое время работал с Романовой, охраняя ее. Нападение произошло как раз после того, как Ирина отказалась от услуг детектива. Лукин сам попадает под подозрение. Вместе с близким другом Ирины, журналистом Красновым, детектив пытается добиться справедливости. Ступников. Ну, теперь с меня подозрение снял. Повторно оказавшись на допросе в следственном комитете, Абрамцев дал совершенно новые показания. Вот еще один свидетель. Вот поговори с ним. Поговорим. Имея в виду, что у меня к тебе были только вопросы. И никакие подозрения. Так что без обид. Да какие обиды? Каким диспертизам готовы? Да. Точно установлено, что стреляли вот из этого оружия. В квартире нашли? Да. Интересно, почему преступник бросил оружие в квартире? Ну, откуда я знаю? Путь этого оружия проследили. В Астрахани летом был пожар, разгорело РУВД. А на складе был целый арсенал конфискованного оружия. Ну, понятно. Что-то сгорело, а что-то под это дело списали. Ну, все как обычно. Хорошо, что успели описать длинный кровавый след у этого оружия. Ну, ладно. Мне пора, я опаздываю на совещание. Будем работать по версии причастности Ступникова. У меня к тебе большая человеческая просьба. Игорь Петрович, сам туда, не суйся к нему. Дай мне честное слово. Я редко тебя о чем прошу. Ну, хорошо. Даю тебе слово. Вот, Игорь Петрович, как вы просили, телефон Третьей городской больницы, отделение реанимации. А что это за фотографии? Выложено на сайте газета. Здравствуйте, реанимация? Скажите, пожалуйста, как самочувствие Ирины Романовой? Ой, информация только для родственников. Так я муж. Что? Не я один. А что вы сказали предыдущему? Спасибо. Ну, как? Пока еще без сознания. Но уже состояние стабильное, кризис миновал. Ну, вот. Тот самый Краснов. Готов даже из-за Ирины развестись. Как думаешь, может женщина в такого мужчину влюбиться без памяти? Ну, не знаю, Игорь Петрович. По-моему, вы интереснее. А вот статья о пожаре. На сайте газеты Лукин нашел статью о недавнем пожаре в РУВД. Интересно, он ездил туда или дома статью написал, а? Ну, это легко выяснить. Дайте только время. Давай, давай, выясняю. Время у тебя в обрез. По заданию Лукина, Наталья побывала в редакции и выяснила, что Краснов действительно был в Астрахани, когда там произошел пожар в РУВД. Пожар в РУВД. Тогда думали, что это умышленный поджог, сгорело много уголовных дел и также склад с оружием. Он пробыл там месяц. А мне он наврал. Сказал, что там не был. А пистолет, из которого стреляли в Романово, из того самого склада. Вы в чем-то подозреваете Краснова? Но ведь он в момент нападения на Ирину был в командировке. Слушай, узнай поточнее, где он был, как долго и так далее. Заходи. Звонил в больницу, Ирке уже лучше. Ты в Астрахани когда был? Дала себе ты Астрахань, в июне был, что? Зачем ты меня обманываешь, а? Ты был в Астрахани именно тогда, когда в местном РУВД случился пожар. Между прочим, пистолет, из которого стреляли в Ирину, оттуда же. Вот такое вот уравнение. А теперь ответь мне, какое ты имеешь отношение к этому пистолету? Ты что, меня подозреваешь, что ли? Я был в командировке в это время, когда в Иру стреляли. В заповеднике? Стой, километров от города, не смеши. Ладно, я не хочу сесть просто, понимаешь? Давай между нами. Я был в этой Астрахани, пистолет купил у оперы. Я просто, я хотел сделать на день рождения подарок. Ирина, она ходит по лезвию ножа всю жизнь. Это просто подарок. Хорош подарок, а? А главное, что он законный. Нет, ты идиот. Я хотел как лучше. Я вообще не понимаю, почему твой напарник телится. Этого Ступникова прижмите, из него все показания выдавятся. Все. А я как раз не уверен, что это Ступников. Понимаешь? Прямых улик против него нет. Да к тому же стрелял в Ирину кто-то, кому она сама открыла дверь, ты понимаешь? Слушай, может быть. Зачем Ступникову ее убивать? Нет, убийство это крайняя мера. У Ступникова другие методы. Шантаж, угрозы, понимаешь? Деньги, подкум. Слушай, что ты имеешь в виду? В Ирину стрелял кто-то свой, кому она сама открыла дверь, и на кого так разозлилась, что достала пистолет. Слушай, я чертова знаю, честно. Но она меня на дистанции держала постоянно. Может быть, ее бывший муж, а? Он может знать. Поехали к нему. Поехали. Поехали. Слушай, а у Юрки с бывшим какие отношения? Нормальные. Он же дочку забрал после развода. Нормальный мужик. А она что, была не против? Да не, не против. Это он был против, что она ребенка редко видит. У нас работа такая. А из них двоих, она одна могла деньги зарабатывать, понимаешь? Мы себе не принадлежим. Слушай, а ты правда думал, что я могу в Ирку стрелять? Ну, был момент. Ты даешь, старик. Моих помощников он не впустил. Сказал, что не хочет ребенка стравмировать. Во-первых, девочке 10 лет уже. А во-вторых, Ира не умерла, а в больнице всего лишь лежит. Вообще не нравится мне ни рыба, ни мясо. Пустит, куда он денется? Давай, звони. Что вам нужно? Узнаешь меня? Ну, вы, Ирин, коллега, кажется. Моя фамилия Краснов. А это мой друг, и ты, и ты в частный. Нам поговорить надо с тобой. Пустишь? Мне нечего вам сказать. А ты думаешь так? Нам всем важно, кто напал на Иру. Понял? Пойдем поговорим. Мне кажется, что преступление совершил кто-то из своих. Только с мотивчиком за тык выходит. Ты, может, знаешь кого-нибудь, кто на нее зуб имел? Я ничего не знаю. Я просто привожу ее ребенка, и все. Да, кстати, а где ребенок? Ребенок? Ребенок у бабушки. Вы же тут хотите знать про ее знакомых? Игорь, иди сюда. Смотри, это Ирин Почерк. Ты понимаешь? Это из ее архива диски. Уходите лучше отсюда. Я ничего не понимаю. Он же врет нам все. Бабушки нет никакой. И ее диски у него дома, ты понимаешь? Где девочка? Я тебя культурно спрашиваю, а? Откуда у тебя ее диски? Ну! Да, алло, алло. Я узнал. Нет. Нет, нет, но я стараюсь. Стоять! Я уже потерял терпение. Сегодня получишь первую запчасть. Нет, нет, подождите еще! Стой, я сказал! Ну что, похитили, что ли? Кто это сделал? Что они хотят? Ира готовила материал на директора центрального кладбища. Они требуют отдать все то, что она насобирала. Ну и откуда у тебя диски? Отвечай! У тебя ребенка похитили. Если убить могут, ты здесь в молчанку играешь. Аню украли, когда она возвращалась домой с занятий по плаванию. Мне позвонили по телефону и попросили оставить сообщение для Ирины. Если она не отдаст все свои разработки по этому проклятому кладбищу, Аню убьют. Я пришел к ней домой. Она, как всегда, была поглощена только собой. Представляешь, моя статья не выйдет. Мне только что звонила Браунцева. Ирина! Ах, я не понимаю, я не понимаю. Он же сам был заинтересован в этом материале. Это важно. Это касается Ани. Да постой. Вот смотри. Директор кладбища сделал целое состояние на обезумевших от горя родственниках. Они готовы отдать последние деньги за то, что им полагается бесплатно. И вот у меня есть три интервью. И... Отдай мне их. Что? Аню похитили. Они хотят, чтобы ты вернул вот эти материалы, и тогда они вернут ее сами. Что? Да ты спятил? Нашего ребенка украли, а ты до сих пор не позвонил в милицию? Какую милицию? Это бандиты. Они убьют ее. Я все забираю. Да это бандиты. Это бандиты. С ними нельзя вступать в сговор. Всегда думала только о себе. Лишь бы прославиться. Ребенок у нас. Ага. А то ты глупец. Ну давай, давай. Забирай все. Только ребенка-то этим не спасешь. Я звоню в милицию. Алло. Алло, алло. Алло, да, алло. Милиция. Милиция. Я пересмотрел все, что удалось вынести из ее квартиры. Я ничего не нашел. Что делать? Если так не удастся ничего найти, они ее покалечат и даже убьют. Они так и так не могут убить. Надо использовать шанс. Надо милицию подключать. Да что ты его уговариваешь? Все, я звоню в милицию. Нужно аппаратуру установить. Узнать, откуда хоть звонили. Уже поздно. Мы опоздали. Ты опоздал. Ты грида! Слезняк! Успокойся. Оставайся здесь. Звони Григорьевичу. Я сам попробую найти девочку. Есть единственный шанс из тысячи, что она там. Я проверю. Может, мы все-таки ошиблись? Ну, а зачем бандиту, который разговаривал с Собранцем, носить леденец на палочке в кармане? Купил для своего ребенка. Я пить хочу. Пила уже достала. Это было утром. На, пей. Достанешь? Судяй! Даже не думай. Не бойся, малыш. Мы свои. Сейчас все будет хорошо. Спустя две недели Романову выписали из больницы. Так что, в принципе, я уже свободен. Звучит как предложение. А это и есть предложение. Здравствуй. Ну, что стоишь как школьник? Это у тебя от меня и от моей помощницы. Она твоя большая поклонница. Знаешь, два букета для одинокой женщины это слишком мало. А для невесты это слишком много. Передай этот прекрасный букет своей жене. Ей повезло. Может, и мне повезет. Ирина Романова вышла замуж до Краснова и нашла себе более спокойную работу. Дочь теперь живет вместе с ней. Бывший муж Ирины находится под следствием. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...